Привет всем! В этом видео я расскажу о том, как я импровизирую на гитаре. О том, что это вообще такое и с чем едят эту импровизацию. Итак, импровизация, это значит, если читать не википедию, а сказать своими словами, это придумывание музыки на ходу. Я приведу несколько примеров. Играет музыка И так далее. Можно очень много импровизировать. Эта мелодия не какая-то необычная. Это только что я придумал. Вот, на чем вообще основывается импровизация? Что нужно знать, чтобы импровизировать? Прежде всего, необходимо знать почти все основные аккорды или вообще все. И я не говорю, что необходимо знать точно их название и еще что-то. Главное знать, как они играются. Это лишь малая часть аккордов. Ну, наверное, даже не малая, а добрая половина, а то и больше. Самое главное, это, конечно же, начать с самых таких основных. То есть, Ля минор, До мажор, Ми минор, Ми мажор, Соль мажор минор и Ре минор. По сути, они все нужны. Все зависит от конкретной импровизации. Импровизировать можно как в какой-то определенной тональности, так и в разных тональностях. То есть, можно даже соло сделать импровизацией. Ну, например. Музыка И так далее. Можно очень много импровизировать. Я чисто показал такой пример. Я вообще особо сейчас не старался. Но насчет этого нужно поговорить отдельно. Что делает импровизации особенными? И так далее. И так далее. Можно продолжать эту импровизацию очень долго. Это и есть сама бесконечная мелодия. Когда мелодия меняется так, как нужно мне, так, как я этого хочу. Она может пойти вверх. Может пойти вниз. А может пойти вверх и вниз. Или резко вверх. Все зависит от конкретной мелодии, от моей фантазии. От фантазии каждого, кто играет. Вот. Насчет энергии. Гитара – это не просто инструмент, на котором стоит играть механически. Она чувствует энергию, которую мы передаем ей. Поэтому это инструмент энергии прежде всего. Можно играть здорово. Можно играть очень профессионально. Но игра не должна быть механической. Именно это строится в основе импровизации. То есть в импровизациях важна душа. Ну и механически тоже сыграть их вполне можно. Самое главное – знать, какой аккорд с каким сочетается. Например, импровизация в ля миноре. Пустое пространство между аккордами можно и даже нужно заполнить мелодией, которую уже придумал я сам. Потом беру ми минор. Снова мелодия, только уже идет по-другому. То есть это тот же самый фингерстайл. Я соединяю и мелодию, и аккомпанемент. Только придумываю каждый раз все новые и новые аккорды. Ну, имеется в виду их последовательность. Как они чередуются. Начать следует прежде всего с гаммы. То есть, когда я играю гамму. Это обычная гамма. Я понимаю, какая нота с какой сочетается. Также есть хроматическая гамма. Она, правда, вряд ли чем-то поможет в импровизации, поэтому обычная просто помогает понять. Какая нота с чем звучит. То есть... Что-то звучит лучше, что-то хуже. Это, конечно, все субъективно, но все-таки. Некоторые аккорды сочетаются лучше. Например, до мажор отлично сочетается с ми минором. Затем ля минор. И соль мажор. Можно также мелодию пустить в другое русло. До мажор. Ми мажор. Соль мажор. Ну, он уже сочетается не так хорошо. То есть, до мажора. Ре мажор. И потом фа мажор. То есть, после до мажора хорошо идет ре мажор и фа мажор. Это мажорная импровизация. Импровизация в ре мажоре. И так далее. То есть, я сейчас совместил свою импровизацию с мелодией из «Властелина колец». Тему шира. Это я сделал сейчас не специально, но она уж очень хорошо подходила. А все потому, что и та, и та мелодия написана в ре мажоре. Ну, я имею в виду в данной ситуации, в данном контексте. Какая оригинальная тональность есть, я, если честно, не знаю. Но, возможно, она тоже такая же. Вот. В принципе, я рассказал практически все. Ну, конечно, все рассказать про импровизацию, наверное, и часа не хватит. Это надо очень постараться. В том плане, что я не могу знать, какие вопросы возникнут у того, кто это слушает сейчас. Поэтому о всех вопросах пишите в комментариях. Я с радостью отвечу на них, потому что комментарии читают часто. Вот. И довольно оперативно. Спасибо всем за просмотр. Думаю, что на сегодня урок подходит к концу. Я объяснил все основы, которые можно объяснить за эти 10 минут. Потому что я стараюсь делать видеоуроки максимально краткими и при этом подробными. Вот. Обязательно подписывайтесь на канал. Это меня очень поддержит. И пишите комментарии о том, какие видеоуроки вы хотели бы в будущем видеть. Всем пока.